И всем привет, друзья! Да, да, вы меня сейчас видите очень довольную и с чемоданом. А это значит, что? Что мы с вами, как вы уже догадались, отправляемся на море. Да, я еду снова в Египет. Возвращаюсь к Олегу. И в этом видео я хочу показать, что я беру с собой. Что вообще лучше всего привезти в Египет. Какие вкусняшки, чего там нет. В общем, буду вам показывать, как я собираюсь. Что я беру с собой. Свой чемодан, покупочки. И, как всегда, перед отъездом нас ждет огромное количество дел. Чтобы ничего не забыть, чтобы все успеть. Мне надо и в магазин, и на новую почту посылочки забрать. И чемодан упаковать. В общем, послезавтра я уже вылетаю. А завтра у меня трансфер до Кишинева. Уже перелет и поездку покажу в следующих видео. И расскажу, сколько это все стоило. Так что, кому интересно... А интересно... А интересно, вот кому наш прошик. Да? Ой, я еду на море. Кому интересно, конечно же, оставайтесь со мной. Ну, а я погнала. Фух. Все бы успеть. И я уже на новой почте. Иду забирать посылочки. А дальше поход в магазин. Посмотрим, что мне пришло. Постирала свои кроссовочки. Готовы к выгулу в Египет. Забрала посылочки. Кстати, вот это заказала первый раз. Самоклеящийся коврик для кота. Чтобы он не драл мебель, диваны. Вот он можно его клеить на ткань. Будем пробовать. Сделаю вам распаковочку. И обязательно протестируем, действительно ли он приклеится и будет защищать диван. А то кот, конечно же, дерет все-таки. И даже указано, что антикога ткань. Но нет. Не для нашего кота. Так, пополняем моно. Ну, честно говоря, ребята, немножечко вы... Ну, не честно так. На моно можно теперь ложить в день только 5000 гривен. Все. То есть, если не нужны деньги на счету или на какую-то аренду или еще что-то. Все, только 5000. Раньше можно было с разных банкоматов по 5 разы. То сейчас не важно. Только в одном банкомате и 5000. Продолжаю свои покупочки в поездку. А еще же, ребята, надо же что-то купить, покушать себе в дорогу. Поэтому я про это совсем забыла. Будем, в общем, сейчас искать что-то. Рыбка красная. У меня есть замороженная. Акция на нее никакой. Я забыла взять корзинку. Да что ж такое? Возвращаюсь. Так как покупок все-таки будет много. И пришла, конечно, в такое время, когда после работы люди и много людей, очереди. Ну, небольшие. Так, беру корзинку. Идем выбирать. Я уже докупила сальцо. Хочу купить рыбу. Повезу с собой. Авокадо, потому что у меня дома остались. А зачем они будут пропадать? Баклажанщики. Уже дома с холодильника практически все выбрасывала, использовала, пораздавала. Поэтому остается все самое нужное. Типа там, знаете, пять яиц оставила, пару огурцов. Скумбрия копченая. Берем. Да. Вот такую с пюрешечкой. В Египте это деликатес и редкость. Хотя, казалось бы, Красное море. Но с рыбой у них беда. Надо ехать только на рынок центральной хургады. А с сахаром очень далеко. Так, Олег присил пасту такую какую-то взять. Сейчас на нее акция по 50 гривен. Здесь никогда ее не ел, а там, видите ли, захотелось. А, это клюра икра лососевая 139-140. Скидка 38%. Не знаю, как она там что, но попросил баночку привезти. Берем. А я-то не заметила. Вот такая паста 180 грамм. Не 50, а вот 35. вместо 60. 40%. Так что, ребятки, быстренько в АТБ бежим. В дорогу себе, наверное, возьму куриный рулет. Там хорошие кабыжу и в принципе стоит недорого где он. Да ладно. Ну, мне везет, его нет. Сейчас буду искать что-то другое. Берем кусочек сала еще. Смотрите, какая... сосиски тоже на них какие-то вот акции скидки. Но я уже несколько лет, ну, может, там, когда-то раз в году и ела где-то, но не покупаю я ни колбасу, ни сосиски. Хотя любить повезу. Возьму палочку украинской колбаски. Вот такой 54 за 100 грамм. Так, ну что, действительно нет моего рулета. А что же мне взять в дорогу? Трансфер-то будет у меня часов 14 ехать, надо будет что-то кушать, что, наверное, пойду я в другой магазин. Возьму вот такие вот чипсы куриные. Тоже хороший состав. Белок и вкусно на перекус. Куплю еще. Ага, Олег просил, знаете, были такие раньше сало с с чесноком, но нет, только пустет вот такой вот остался. Такие были колбаски сало. Сладник от арената не будут у вас упомянуть. У вас есть свои магазины, где тоже много всего продается. Так, а это что? паштеты, паштеты, паштеты. Да, сало Олег нема, бутбачай. Сыр по акции тоже надо брать. А где ком оделся? Перестали продавать комок. паштеты, ассортимент как-то поскуднел. Еще возьму пачечку майонеза. Мы хоть здесь такое не едим, но визит ужасный майонез. Просто ужасный. И там в нашем магазине только один вид. Не помню фирму. В общем иногда плавленые сырки можно добавить, поэтому привезу пачечку. Честно говоря, я не знала, что майонез стоит почти 50 гривен за среднюю упаковочку. Как по мне, для майонеза дороговато. Я его просто давно не покупала. Так, яйца 36 и по 2 30 на развес. То есть 23 гривны самые дешевые яйца. гречку я взяла. Иду за черным хлебушком. Олег просил царь хлеб привезти, но ребята печалька, почему-то его начали нарезать. А мы так не любим хлеб нарезанный. Любим только очень-очень тоненько. А здесь мы прям сантиметровые. И я обратила внимание, что практически весь хлеб нарезанный. буду искать целый. Сладкое я уже купила и шоколадки и сгущенку в Рошене. Кофеек я с собой не беру, там будет вкусный. и вот небольшие скидки на шоколадки. Но кстати, вот смотрите цена. Но можно же сходить в фирменный магазин Рошен и там посмотреть вкусняшки. В общем сейчас буду смотреть. Решила зайти купить что-то сладенькое на дорожку. Редко я себе это позволяю, но сейчас захотелось. Красивый какой торт Виктория. 536 гривен. Он огромный просто. 1,9 кг веса, ребята. Давно не была в этом магазине. Ань, буду вам здесь снимать. Здесь не так поргает. Вот шоколадный, пражский. Тоже огромный, просто огромный. И вот какие тортики красивые есть. Очень вкусный здесь чизкейк. Вот если он есть, я, наверное, его куплю. Так. Прям в коробках есть торты. Миллениум. Золотой горешек. И пташиное молоко. К сожалению, то, что я хотела взять в стаканчиках десерт-сникерс, нет в наличии. Будет послезавтра. Но я этого уже купить не смогу. Поэтому покупаю, наверное, чизкейк. И это будет десертик. Это очень вкусный чизкейк. Знаете, я подумала, наверное, я кусочек съем, а остальное заморожу и отвезу Олегу. Ну, вот он обрадуется, наверное. Что скажете? Не знаю, какой он и там будет вес в чемодане. Но везти, похоже, я буду очень много. Ну что, ребята, я уже дома. Не буду затягивать надолго это видео. Не буду забирать ваше драгоценное время. Что купила, я уже, скорее всего, покажу на распаковке в Египте. Просто хочу подсказать пару лайфхаков. Может быть, кто-то еще не знает, что ценят в Египте. Даже если вы не жить туда или зимовать приезжаете в отель на отдых, то обязательно покупайте вкусный шоколад, который есть в вашем городе, в вашей стране. Мы берем черный постоянно. Не знаю, молочный тоже, наверное, полюбляют. Шоколадки просто творят чудеса. И в аэропорту, и в отелях, и где только можно. Египтяне очень любят наш шоколад. Ну, не только наш, в принципе, шоколад. Так что, помимо чаевых в 1 доллар, вы можете оставить еще плиточку шоколада. Это большая ценность. Мы всегда с собой берем много-много штук. И раньше, когда были сигареты у нас недорогие, мы на чай в отеле на кровати оставляли пачку сигарет. Тоже египтяне прям, ну, очень довольны были. А там же, кто не знает, там нет вот таких наших семечек. Там только, знаете, такие большие, длинные. Поэтому вот эти семечки, они тоже очень любят. Покупаете. Я взяла большие пачки, потому что это Олегу. А если на сувениры, на чаевые, то можно и маленькую-маленькую пачечку. Дорогу взяла в перекус. И завтра иду стричься. Так что не обращайте внимания. Прокраситься уже не успеваю. На ногти не успеваю. Завтра уже буду выезжать. Все обязательно вам расскажу и покажу уже в следующем видео. И с вами, как всегда, пока что из Киева были Олег и Валя. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok